Здравствуйте, с вами Ломонос Петр. Сегодня мы поговорим о посадке картофеля в открытом грунте. О том, какие ошибки постерегают вас и что вы не доделываете для того, чтобы получали осень хороший весомый урожай. Что для этого необходимо сделать? Ну, во-первых, сама посадка картофеля как бы процесс несложный, но есть работы, которые подготовительные. То, что необходимо сделать. Ну, во-первых, смотрите, что необходимо сделать. Значит, обычно органику мы стараемся внести осенью. С осенью вносим органику. Мы внесли в открытый грунт органику, запахали. К весне она разлагается и поэтому наш картофель более эффективно будет использовать внесенное органическое удобрение. Также весной, своего опыта, я замечу, что очень полезно добавить минеральное удобрение. Ну, для того, что у нас как бы небольшие, это материальные затраты, у нас площади не такие большие, поэтому мы удобрения минеральные, они есть, мы будем вносить как бы локально, под каждый клубень. Ну, а мерка внестили наших удобрений, что там, я вам покажу. Мы будем использовать удобрения 16-16-16, азот фосфор калий. Если в более сторонних, ну, удобрения не минеральных, а органических, возьмите органоминеральное удобрение. Это тоже очень хороший эффект на картофель, дает такое удобрение. Ну, если там столовая ложка целая, она под клубень, вот, значит, это удобрение надо горсть. Надо горсть, ну, примерно 150 грамм, под каждый клубень надо внести. Поэтому считайте сами, что вам получается внести под ваш картофель. Далее, что необходимо учесть. Картофель, который мы будем высаживать, необходимо подготовить. Все вы знаете, что значит, картофель для посадки самый такой нормальный, это величиной из куриное яйцо. Это оптимальный размер посадочного материала. Более крупный материал многие предпочитают резать. Но учтите один такой нюанс, который не все знают, возможно, что такую погоду, которая в этом году, значит, погода очень холодная и капризная. То снег, то дождь, значит, порезанный картофель просто-напросто в земле может загнить. Поэтому лучше в таком случае отказаться от резки картофеля, а посадить его более разреженно. Ну, какая схема посадки? Обычно картофеля стандартного, значит, 60 на 30 сантиметров. Если картофель более крупный, значит, мы расстояние увеличим. Мы 60 на 40-50 сантиметров посадим крупный клубень друг от друга. Это для того, чтобы всем глазкам хватало питания. Далее мы клубни для того перед посадкой будем подготавливать. Если вы правильно все делаете, значит, вы клубни заложили на аэровизацию, на пророщение. Вот как у меня здесь в яшечке клубни пророщенные уже. Они все наклюнулись глазки полностью на каждом клубне где-то по 7-8 глазковым. Значит, соответственно, чем больше глазков наклюнулось, тем больше будет побегал, тем выше будет урожайность. Это, как бы, все подготовительные работы. Многие, опять же, вырастут картофель из года в год один и тот же. Значит, картофель, он растет в земле, на него нападают болезни, на него нападают вредители. Они сохраняются на клубнях. Значит, что необходимо сделать? Обезоразить клубни. Ну, самый простой способ, чтобы обезоразить клубни, мы можем растворить в древесную залу, 200-граммовый стакан 10 литров воды процедить, и вот просто обычным опрызкостью, просто-напросто, просто-напросто побрызгать наши клубеньки. Все клубеньки наши побрызгали, это мы их обеззаразим. Ну, если у вас уже картофель сильно зараженный, у вас каждый год свирепствует фитофтора, у вас черная ножка свирепствует на картофеле, тогда не обойтись без химических средств. Без химических средств мы будем использовать любые, и ордан, и оксихом будем использовать. Ну, и для профилактики можно добавить препарат Престиж, то есть все препараты на основе имидолакропромида. Добавляем наш раствор. Такую баковую смесь сделаем и обрабатываем наш картофель. Этим мы зашитим наш картофель не только от болезней, но и от вредителей. И проволочки, хрущи не будут нападать на наш высаженный картофель. И, соответственно, меньше будет колорадского жука. Протравленная клубня он также не будет есть. Ну, разобрались, мы с подготовкой материала посадочного, разобрались с подготовкой поля, какие удобрения внести. Далее, когда сажать картофель? Многие верят лунным календарам. Лунный календар – это как бы уже Библия для некоторых овощеводов. На самом деле все очень просто. Самый лучший срок посадки картофеля в открытом грунте, в любом регионе – это время, когда зеленеют берозы. Когда зеленеют берозы, значит, что почва на глубине 10 сантиметров уже прогрелась до плюс 8. Без всяких термометров, без ничего. По такому простому признаку мы можем определить, что как бы картофель высаживаем. Ну а дальше тоже очень интересный нюанс. Как бы споры не стихают до сих пор, как садить картофель в гребне или на ровной посадке. Мой опыт свидетельствует, что при посадке картофеля в гребне урожайность выше на 40 процентов. Это не одним годом проверено. И почва у меня супещаная, не суглинок. Потому что мы сказали, что вот суглинок вы садите в гребне. Если я сажу супещаный, получаю отличные результаты. Значит, этот способ я рекомендую и вам. Точно так же заниматься посадкой картофеля. Что делаем? Дальше технология очень простая, конечно. Делаем луночку, вносим эту нашу мерку сложного минерального удобрения, в крайнем случае амофоса, потому что органика однодать не может наше растение. Она будет действовать в трое половине лета, когда уже процессы роста будут заканчиваться. А вот внесенное минеральное удобрение поможет нам подняться нашим растениям в первой половине лета. А раз поднимутся, соответственно, они дадут хороший урожай. Мы нашли органы минеральные, минеральное удобрение, перемешали и ложим в клубенек. Глубина посадки клубней 8 сантиметров 10 на пешчаных почвах и 6-8 на суглинках. То есть на суглинках садим мельче. Но опять вот у некоторых возникнет вопрос. А как вот Пётр Николаевич мне сделать на обычной почве? Ну, нет у меня ротков. Как у вас вот ротки нарезаны, у меня ротков нет. Как мне сделать ротки? А делается очень просто. Берем, копаем глубокую луночку, 5-6 сантиметров глубиной, ложим картофель и тяпочкой с двух сторон делаем холмик. Делаем холмик и все. Картофель лучше прогревается, воздух лучше поступает к клубню и, соответственно, он раньше пробуждается и даст более полный урожай. Так что, видите, все очень просто. Все в ваших руках. Если вы хотите получить хороший урожай картофеля, воспользуйтесь моим опытом, моими советами и получайте приличный урожай, чтобы вам завидовали ваши соседи. До свидания, до новых встреч.